Заводим мотоблок Дергаем за пипирочку Мотоблок завелся с первого разика И мы начинаем показывать именно его работу Пахать будем целину Огород Весь в камыше Ни разу не паханный Ничего здесь не было сажено Это местность возле речки Поэтому очень много камыша Сейчас корте наш Покажет как Как он умеет делать Показываю прямо близенько А почему я умаю, Святик? Пашет землю На какой-то скорости? На первой скорости Нет, дедушка поправляет как положено все Мы можем только снимать А Пашет дед Мы только все показываем Переставляет скорость Переключает Что-то он целину не очень хочет пахать По нашему огороду он как-то мягче вонзался И глубже Здесь он так глубже не идет Придется еще второй раз брать Потому что не так глубоко Как мы думали Он берет первый раз Сейчас даже посмотрим Как он будет брать камыш Я думала Почему-то будет гораздо глубже Да? Да, Святик? Красиво получается? И быстро Главное быстро Главное не лопатой маслать, да? Да Потому что лопатой бы так быстро не получилось Бензинчик мы сегодня заправили На заправке мото Бензинчик у нас дорогой Бензинчик около 30 гривен литр Ну как камыш взял? Взял камыш? Я смотрю, вот именно камыш как возьмет Сегодня поднялся доллар Добор у нас по 26,3 уже доллар Естественно, сразу поднимается цена На все расходники На масла и на бензин А зачем тебе к деду пробираться? Наш дед идет по второму кругу Ну вот, все мои любимые мужики И зять, и дед, и Святослав Все пашут Ну-ка я снимаю Я называю эту штуку Эта штука называется Мотоблок Порте Нет, я назову эту штуку Вот второй раз он идет, конечно, глубже На целину, конечно Тяжело пахать Земля еще макроватенькая Сегодня у нас 10 марта Погодка хорошая У нас сегодня плюс 20, ребята Плюс 20 Да Плюс 20 Плюс 30 Мы привезли тепло Ну, в принципе, по камышу Прошелся хорошо И весь камыш Вон Надо будет выбрать руками Чтобы он не прижился И не пустил в корни Грабельками, наверное, его собрать Вот, видите, насколько глубже идет А дуванчики повыбивал все, дед Отлично работает Пока нареканий у нас нет Пока все здорово Конечно, когда вы покупаете такой агрегат Вы покупаете как Наверное, 5 в одном, да? То есть это и Перепахать И перекультивировать И, как я говорила Уже можно убирать снег Можно ставить щетки Можно убирать даже Мести асфальт Можно ставить Сеялочку на него Можно ставить Картофель и сажалочку Можно ставить Вот так Пропалывать рядочки Вот Потом Можно ставить Косилочку То есть отдельно Всю эту технику покупать Не нужно А только Насадочки Вот эти Дополнительное Навесное оборудование Называется Вот пришел еще один Наш помощник У нас сегодня Очень много помощников Все главные Это самый главный Помощник пришел Вот Все наши мужчинки Собрались И помогают Ясенька Ты боишься его? Давай ручку бабски Зайка Вот сейчас Дедушка наш Развернется И пойдет С Пашечку Делать опять Как я говорила Семь лошадиных сил В мотоблоке Мотоблок у нас Пока на Обкаточке То есть он Только Холостого хода Пять часов Простоял Проработал Мы в нем Заменили Маслице И теперь Вот на него Делаем Нагрузочку Показываем Его работу При нагрузочке По целине Еще раз Показываю Что здесь Непаханная Целина Это недавно Дочка здесь Живет Огород Еще не успели Разработать Заглушили его Надо все Почистить Позабивал Камышек И травочка Все Вот Конечно Аленочка Тут сразу Надо брать Грабельки И сразу Выгребать Камышек Этот все Выгребать Чтобы он Не прижился Целина Вы видите Вы видите Какая И потом Посмотрите Буду обзор Делать Видите Какая у нас Площадь Земельных участков Очень большая И у Аленочки И у нас Есть Есть над чем Поработать Что Подержать вам Ребята Что Вот Такие дела Ребятушки Все Вот Это До того Вот Это После того Знаете Расскажу вам Сейчас Анекдот До того И после того Собрались Ученые На Конференцию И обсуждают Вопрос Какие Самые лучшие Средства Контрацепции Но Американцы Встают И кричат Презервативы Французы Стоят И кричат Оральные Контрацептивы Таблеточки А Японцы Встают И говорят Томатный сок Все такие Опана И кричат До того Или после того А японцы Говорят Вместо того Вот Такой Анекдотик В тему До того И после того Пока Ребятушки Будем мы заниматься Будем работать Уже надо Начинать Сеять Морковочку Можно сеять Горошек Можно сеять Щевелек Можно сеять Петрушечку Да Я уже сказала Ребятам За морковочку И за горох Уже сейчас Вспашем И будем заниматься Я вам покажу Каким способом Мы садим морковочку Чтобы ее Не прорывать Что там Ясенька Рассказывает Понятно Котейка моется Наверное К гостям Все Ребятушки Ребятушки Почистили Все уже И опять Назад Устанавливают Конечно По целине Очень сильно Забивается Все травкой Камышом Наматывается На фрезы Но это все Исправимо Все равно Легче чем Копать это все Ручками Такой Огромный Участок Вы спалитесь Как этот Мурс Пока Ребятки Привет Ребята Сажаем Горох Для чего Сажаем И в животе Полно И в штанах Тепло А если Серьезно То Горох Можно кушать Как свежим Очень Любят Детки Точно Так Можно Его И замораживать И добавлять В супчик И Делать Из него Кашку И Закрывать Его Консервировать То есть Голодными Не останетесь Хороших Вам посадок Удачи И хорошего Настроения Тём-тём